Выпускники лицея имени Николая Лобачевского прощаются с детством. В Казанском федеральном университете завершился ежегодный конкурс «Лучшая академическая группа». Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. В Казани в рамках рабочей поездки находится директор филиала Казанского федерального университета в городе Джизаки Азот Бабамурадов. Материално-техническая база у нашего университета, головного университета, действительно на высоком уровне. Каждый человек раз в жизни становится выпускником среднего образовательного учреждения. Этот знаменитый момент всегда хочется растянуть, но несмотря ни на что, он навсегда остается в памяти учащихся. О последнем звонке лицея имени Николая Ивановича Лобачевского расскажет наш корреспондент Карина Саяхова. 24 мая прозвенел последний звонок в лицея имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета. Основная часть мероприятия проходила в культурно-спортивном комплексе УНИКС. На празднике по случаю прощания с детством традиционно выступили преподаватели лицея имени Лобачевского, а также представители разных институтов Казанского федерального университета. Они же и рассказали о некоторых важных аспектах предстоящего студенчества и об особенностях тех или иных направлений Казанского университета. Помните, что любой выбор, который вы сделаете, он на самом деле правильный. Чем бы вы ни занимались, что бы вы ни выбирали, если вам нравится то, что вы делаете, это правильно. Попразднуйте, наслаждайтесь, вы проделали гигантский путь, у вас впереди экзамены. Это сложно, я желаю вам подготовиться. Но помните, что вам надо и вам было бы замечательно проживать каждый момент вашей жизни полностью, полноценно. Лицеисты под чутким руководством преподавателей реализовали концертную программу, в которой представили множество творческих номеров. Лейтмотивом мероприятия стала история одного условного выпускника, который находится на распутии и до сих пор не знает, чего хочет от жизни и с каким направлением он бы хотел связать дальнейшую жизнь. Ну а что касается действительности, то воспитанники лицея имени Лобачевского поделились с нашим телеканалом ближайшими планами на будущее и немного рассказали о плодотворной подготовке к одному из главных праздников в их жизни – последнему звонку. Главным образом у нас из параллели группа учеников захотели организовать, это была их личная инициатива. Также многие хотели выступить, так что, скооперировавшись, мы показали, ну как по мне, отличное выступление. Сегодня много плакала, и мне вообще неохота заканчивать школу, потому что взрослая жизнь немножечко пугает, но лицей подготовил нас и сделал нас стрессоустойчивыми, поэтому не так страшно сдавать эго, я даже не осознаю этого. Я планирую в Казанский федеральный университет. Стоит отметить, что лицея имени Лобачевского является структурным подразделением Казанского федерального университета, и основополагающей темой для преподавателей школы-интерната является качественное образование, саморазвитие и осознанный выбор. В Казанском федеральном университете завершился ежегодный конкурс «Лучшая академическая группа» – одно из самых популярных студенческих мероприятий университета. На награждение побывала наш корреспондент Елизавета Никитина. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанско-федерального университета провели торжественную церемонию награждения призеров и победителей ежегодного конкурса «Лучшая академическая группа Казанского университета» и фестиваль «Интеллектуальная весна КФУ». Этот конкурс, наверное, сложнее, чем любой другой конкурс, потому что в номинации «Лучшая академическая группа» – это большая работа именно самих студентов. Конкурс «Лучшая академическая группа» – это история про студентов, история про людей, история про членов жюри, про институты, про коллективы и, конечно, про Казанский федеральный университет. Фестиваль «Интеллектуальная весна» в этом году прошел в Казанском университете в 12-й раз. Ежегодно в нем принимают участие лучший ум и альмаматор. И с каждым годом интерес к фестивалю возрастает. В рамках фестиваля в этом году прошли уже ставшие традиционными конкурсные испытания. Турнир «Что, где, когда», турнир по парламентским дебатам, конкурсы «Эрудит», «Попади в историю и знаешь ли ты русский язык». В рамках этого конкурса им нужно показать и свою учебную деятельность. И научную деятельность, и общественную деятельность, отношение к университету. И, конечно, показать свои мысли, свои проекты по разным направлениям. И поэтому получается, что здесь самая трудная задача, если в старости ты просто выходишь и представляешь сам себя, то здесь нужно представить свою команду. Это сложная, кропотливая командная работа. Мероприятие проходило в три тура. Победителями стали участники, набравшие наибольшее количество баллов по совокупному результату второго и третьего туров конкурса. Всего на конкурс было подано более 70 заявок, а это свыше 200-500 студентов и преподавателей. В Казанском федеральном университете состоялась встреча с депутатом Госдумы Российской Федерации Олегом Морозовым. Основными темами обсуждения стали причины проведения военной спецоперации на территории Украины и фейки, возникшие на почве политической обстановки. Подробнее о встрече расскажет наш корреспондент Маргарита Михайлова. Казанский федеральный университет не раз становился площадкой для открытого диалога студентов и экспертов. 23 мая в шоуруме состоялась встреча с депутатом Госдумы Российской Федерации Олегом Викторовичем Морозовым. Повестка изначально была определена как политическая. Все вопросы так или иначе затрагивали последствия начала военной спецоперации на Украине. Нельзя идти в аудиторию, полагая, что есть темы, которые тебя пугают или на которые ты не будешь говорить, отвечать. Если это в рамках нормальной этики, если это не выходит за рамки того, что называется порядочность, допустимая, мораль, все остальное, запретных тем нет. В ходе встречи были затронуты вероятность недостатка вакансий для молодых специалистов, эффективность принципов международного разделения труда и, конечно, русофобия, уровень которой за последнее время заметно вырос. Основными темами обсуждения стали причины возникновения конфликта, а также вероятность перестройки экономики под военные нужды. Особое место в обсуждении заняли вопросы, связанные непосредственно с так называемой всеобщей военной мобилизацией. Я вообще, вот задайте себе вопрос, зачем всеобщая мобилизация? Чтобы что? Чтобы направить на Украину не 100 тысяч, как сейчас там условно, а 300 что ли? И это что, обеспечит перелом и победу? Война сегодня другая. Зачем направлять на войну дополнительно там 200 тысяч людей, которых надо, я не знаю, там, обучить, да? Они же не умеют стрелять. А каких ребят вы сейчас хотите направить отмобилизованных? 18-летних салаг, которые автомат в руках не держали? Зачем? С какой целью? Да нет, конечно, не будет никакой всеобщей мобилизации. Открытое обсуждение таких сложных вопросов в кругу специалистов и представителей разных точек зрения необходимость. Истинно может родиться лишь в ходе конструктивной дискуссии. Полную версию встречи в ближайшее время можно будет увидеть в социальных сетях телеканала Универ ТВ. Маргарита Михайлова, Фариза Хитагвы, Универ Ньюс. До начала лета остались считанные дни. Однако аномальные холода не отступают. Будет ли потепление? И когда его ожидать? Узнаем в сюжете Сабины Гасановой. Весна совсем не рада своими теплыми днями. По словам нашего эксперта, в последний раз подобные погодные аномалии наблюдались в далеком 1971 году. Так чего ждать от грядущего лета? Температура за окном должна составлять около 15 градусов тепла. В то время как фактическая температура приближена к 6. Аномально холодный май с избыточным количеством осадков – большая редкость. Этот год очень ярко себя проявил. У нас действительно наблюдались аномалии и иногда экстремалии. Так, например, даже если смотреть на последние три месяца, то погода показала себя очень пестра. Так, например, март был аномально холодным и с недостатком осадков. Апрель, наоборот, был теплым в пределах климатической нормы. И с избытком осадков выпала почти 4-месячная норма осадков. Май, в общем-то, как собирательный образ собрал в себе и аномалию холода, аномалию по температуре, и аномалию осадков. Таким образом, у нас действительно начало этого года выдалось достаточно таким пестрым по аномалиям. До лета осталось совсем немного и хотелось бы, чтобы оно было теплым. Прогноз погоды на лето пока носит гипотетический характер. Температура воздуха в июне и августе ожидается близкой к климатической норме, а в июле примерно на полградца ниже. Когда мы говорим про некоторую аномалию холода в июле, это ни в коем случае не значит, что весь месяц будет холодный. Это всего лишь говорит о том, что, возможно, волны холода несколько задержатся и сформируют все-таки общую аномалию, ну, примерно в полградуса. Напоминаем, что нормы для июня 18 градусов, для июля 20 градусов, для августа 18 градусов выше нуля. К концу недели характер циркуляции сменится и на нашей территории придет тепло. В качестве компенсации за прохладное лето сентябрь прогнозируется жарким. Сабина Гасанова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!